МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале короткая главная. Застрял между домами. В Махачкале сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию. Лицензия или кошелек. Водители автобусов могут оштрафовать над 400 тысяч рублей в случае отсутствия разрешения на вождение. Звезды на льду или хоккей по-дагестански. Мастер-класс для махачкалейских ребят на местном катке провел нападающий казанского адварца. Так плотно застроили, что человеку негде упасть. В Махачкале сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию. Вызволили мужчину, провалившегося между двух стен. Как сообщили в ведомстве, во время установки защитной сетки на окно, со второго этажа упал молодой человек и застрял между двух домов, расположенных вплотную друг к другу. Чтобы спасти пострадавшего, пришлось разрушить часть стены. Работы продолжались более двух часов и закончились благополучным спасением из каменного плена. Водителям автобусов грозит штраф до 400 тысяч рублей в случае отсутствия лицензии. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Согласно закону, документ необходимо получить до 29 июня этого года. Прием заявлений и выдачи осуществляются территориальными управлениями Госавтодорнадзора. За нарушения будут применены меры административного воздействия. Это штрафные санкции, конфискация транспортного средства или приостановление деятельности сроком до 90 суток. В Дагестане приостановлена деятельность с 15 заправок. Причиной закрытия стали многочисленные нарушения. На ЗС отсутствовал нормативный запас воды для наружного противопожарного водоснабжения, а автоматическая пожарная сигнализация была в нерабочем состоянии. Также резервуары для хранения топлива не были оборудованы системами предотвращения переполнения. При этом хозяева автозаправочных станций не имели документов о прохождении подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Глава Дагестана занял второе место в народном рейтинге губернаторов. По данным голосования, которое проходило в интернете, Владимир Васильев уступил первенство лишь руководитель Удмуртской республики Александру Бричалову. Оценивали деятельность глав регионов пользователи по нескольким параметрам. Это работоспособность, информационная открытость, доверие, уровень жизни населения в регионе и не только. Стоит отметить, что высший бал у Владимира Васильева стоит за пункт борьбы с коррупцией. Жителям Южного Дагестана теперь не придется далеко ездить за религиозными знаниями. В дагестанских огнях открылось первое медресе. Открытие образовательного учреждения состоялось в рамках проведения республиканского маджлиса ученых и богословов. Торжественное мероприятие посетил и муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди. Абдулла Алиев продолжит. Мухаммад Яракский – значимая фигура для Дагестана. Открытие медресе, которое будет носить его имя – одно из важных событий для региона. Символично оно совпало с проведением межмесячного маджлиса Алимов, на который съехались известные ученые-богословы, политические, общественные и религиозные деятели. Почтил в своем присутствии мероприятие и муфти республики Дагестан шейх Ахмат Афанди. Он выразил огромную радость по случаю открытия религиозного образовательного учреждения. Я очень рад тем, что сегодня открывается медресе и носит имя Мухаммада Али-Арады. И тем, что Аллах мне дал возможность вместе с вами сидеть, участвовать и разделить вот эту радость. Я вот официально вам говорю, это, я считаю, очень высокая трибуна. Если в целом в нашем государстве, в стране есть 10 патриотов, один из них я. И этим я не горжусь, а благодарю Аллах. В Россию Ислам проник через Дагестан. Аль-Хамду лилля, благодарю Аллах. А в Дагестане мы не должны стесняться. Мы должны сказать, целый Дагестан, Ислам перешел через Южный Дагестан. Выступающие говорили о значимости развития религиозного образования. Поздравляли всех жителей города Дагестанские огни и всего Южного Дагестана, перед которыми открываются огромные возможности для изучения религиозных наук. В частности, министр по национальной политике Энрик Муслимов отметил, что это первый медресей, имеющий лицензию. После проведения соответствующих процедур, установленных законодательством, Министерство образования и науки Республики Дагестан выдало разрешение на религиозно-образовательную деятельность этому медресе. В рамках благодатного мероприятия, исполняясь нашиды, а кульминацией республиканского мажлица стала официальной церемонией открытия медресей имени Мухаммада Яракского. Для почетных гостей мероприятия была проведена ознакомительная экскурсия по учебным классам и кабинетам. Стоит отметить, что учреждение имеет государственную лицензию и соответствует всем современным требованиям. Абдулла Алиев, Джалмагомедов, телеканал ННТ, Дагестанские огни. Сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. Автовладельца в России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Министерство финансов страны. Налог будет начисляться, исходя из экологического класса автомобиля, который зависит от возраста машины. Чем она старше, тем выше денежный сбор. А вот утилизационный налог коснется представителей бизнеса, который ввозит новые автомобили в Россию для последующей продажи. Республика Дагестан вошла в тройку регионов-рекордсменов по сбору макулатуры в рамках акции «Сохраним лес». Всю собранную макулатуру общим весом 7 тысяч килограмм отправят в Краснодар на переработку. Лидирующие позиции по сбору заняли Московская и Архангельская области. Общими усилиями всех регионов удалось собрать 118 тонн макулатуры. Это почти две тысячи спасенных деревьев. Каждый десятый россиянин ждет приезда скорой помощи около часа. По данным исследованиям Росстата, 10% жителей страны ждали скорую более 40 минут. В Минздраве России отметили, что время прибытия брикад к пациенту не должно превышать 20 минут. Но эта норма распространяется только на экстренные вызовы. Роспотребнадзор предупреждает о сезоне активности клещей, который наблюдается с апреля по октябрь. С начала года более 800 тысяч человек привели от клещевого энцефалита. На очереди еще более 3 миллионов граждан. Используйте препараты, которые отпугивают или убивают паразитов. Их можно приобрести в аптеках и хозяйственных магазинах. Строительная компания «Монолит-05» для удобства своих клиентов открыла в Махачкале новый офис продаж. Мероприятие по случаю открытия получилось по-настоящему праздничным. Продолжит Алина Багилова. На открытии присутствовали не только счастливые клиенты и руководство, но и визажисты, блогеры, фотографы. Строительная компания «Монолит-05» 12 лет не только делает людей счастливыми обладателями квартир, но и объединяет в себе несколько ЖСК. Такие как «Стройлидер-05», «Большие дворы», «Арбат», «Восточный». Каждый из них – это уникальный проект. Жилой комплекс «Большие дворы» – это новый проект, нового образца, расположенный по адресу улицы Азизова, 5, это район Тысячи Мелочей. Комплекс состоит из шести корпусов и девяти подъездов, и в каждом подъезде предусмотрено по два лифта на генераторах, грузовой и грузопассажирский. Одним из главных преимуществ нашего комплекса является наличие больших дворов, их два, размерами 125 на 100 метров и малый двор 125 на 50 метров, в которой будут располагаться детские площадки, зона отдыха для жильцов, спортивная площадка, а также отмечены парковочные места. Первое преимущество нашего комплекса – это строящаяся мечеть, самая большая мечеть вообще на Северном Кавказе. Говорят, вообще-то самая большая мечеть будет в Европе, которая строится. Я думаю, что, наверное, каждый житель Дагестана захочет иметь квартиру рядом с таким местом – это раз. Во-вторых, это парк. Парк – это искусственный водоем, это полимая аллея до моря будет идти. И преимуществ очень много – это инфраструктура, это школы, это садики, это больницы, это поликлиники, это магазины, это стоматология, салоны красоты. Всё, что нужно для проживания в большом современном комплексе. Индивидуальный офис продаж создан для максимального удобства покупателей и экономии их времени. Всего за один визит можно оценить расположение дома и его окружения, изучить все презентационные материалы, получить профессиональную консультацию менеджера и подобрать квартиру по своему запросу. «Монолит-05» – это группа строительных компаний, которая объединила в себе несколько строительных компаний, такие как ЖСК «Стро-Лидер-05», ЖСК «Большие дворы» и ЖСК «Арбат». А «Монолит-05» на рынке недвижимости находится более 12 лет. Более тысячи довольных покупателей, более десяти сданных объектов. Поэтому мы вызываем доверие. По случаю праздника генеральный директор компании Эльмира Потахова вручила приглашенным гостям сертификаты на приобретение квартиры. «Спасибо огромное Эльмире за то, что у меня сегодня есть такая возможность прийти сюда, познакомиться с вами, познакомиться с такой компанией». «Я счастливая обладательница квартиры. Мы приобрели квартиру на очень выгодных условиях». Мероприятие завершилось сладким фуршетом – живой музыкой и фотосессией. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». И о спорте «Звезды на льду» или хоккей по-дагестански. Мастер-класс для махачкалинских ребят на местном катке провел нападающий казанского акбарса трехкратный чемпион мира Данис Зарипов. Далее расскажет Камиль Зевятов. Махачкалинская молодежь такое видит впервые. Мастер-класс от единственного в мире пятикратного обладателя Кубка Гагарина. Сам Данис Зарипов вышел на столичный лед, чтобы продемонстрировать свое мастерство и, конечно, поделиться своим опытом. Желающих тренироваться со звездой континентальной хоккейной лиги хоть отбавляй. Спортсмен и ребята вместе выполняли на льду базовые упражнения, такие как ускорение с клюшкой, как смотреть на корпус своего оппонента, а не на шайбу. Особо отличившимся игрокам и зрителям достался президент от хоккеиста – шайба на память. Много детишек собралось, которые также проявляют интерес. Мы все прекрасно знаем, что в Махачкале, в Дагестане нет возможности заниматься. Многие проявляют желание выйти на лед, но не имеют возможности. Только трус не играет в хоккей, считает председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкала Марат Ибрагимов. Несмотря на традиционные в республике виды спорта, развивать командные и игровые также важно. Однозначно, если будет создание ледового комплекса, дворца, хоккейного клуба, я думаю, я даже уверен, что это найдет свое место. И если мы по борьбе первые, по спортивным единоборствам первые, у нас и по футболу, по волейболу пошли результаты хорошие. Я уверен, что и в хоккее тоже мы будем на лидирующих позициях. Ну, хоккей – это вид спорта настоящих мужчин, а наши горцы – это настоящие мужчины. Поэтому, однозначно, я думаю, этот вид спорта будет у нас востребован. По завершению мастер-класса Данис Зарипов провел пресс-конференцию в Министерстве спорта, где, собравшись, обсудили перспективы развития хоккея в регионе. Любой вид спорта для развития должна быть, соответственно, материально-техническая база. Наверное, я думаю, одним из началом этого этапа работы и есть приезд сегодня Даниса Зарипова в Республику Дагестан. Это пановые мероприятия. И руководством Республики Дагестан представим правительство Зуром Артема Алексеевичем. Данное соответствие поручения органам исполнительной власти, муниципальному городу Махачкаре и Каспийску, чтобы рассмотрели вопросы, подготовили предложения о создании места, то есть выделении участка по строительству рядового дворца в городе Махачкале. И также проработали вопросы в федеральных центрах о включении данного объекта в федеральные программы. Эта работа проводится. Развитие хоккея в Дагестане – тема, безусловно, важная. Но печально, что все это происходит на фоне заката футбольной истории Дагестана. Махачкалинский анжи испытывает финансовые трудности. Клуб и вся его инфраструктура может прекратить свое существование. Но это, похоже, республиканские власти мало волнуют. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова